В столице Калмы появился новый книжный шкафчик «Бери, читай». Инициатива принадлежит сотрудникам газеты «Вечерний Магадан». Любой желающий может положить свою книгу и взамен взять понравившуюся. Впервые книжный шкафчик установили у редакции газеты «Вечерний Магадан» в 2017 году. Эта идея пришла в голову бывшему главному редактору городского СМИ Андрею Гришину. За последние несколько лет уличная библиотека появилась во многих точках города по инициативе уже других организаций. В сквере имени Болдырева, микрорайоне «АвтоТек» и поселке Сокол. В этом году работники «Вечернего Магадана» при содействии жителя города Олега Живулина открыли книжный шкафчик в городском парке. И, по их словам, не собираются останавливаться на достигнутом. На этом мы не заканчиваем. Планируем в этом году еще установку. Скорее всего, возле здания ФСБ. Я думаю, сотрудники ФСБ нам помогут в этом. Также на площади возле Мегамага на втором километре, я думаю, непосредственно директор Мегамага нам тоже поспособствует. Как рассказывают организаторы, идея с уличной библиотекой магаданцам очень понравилась. Жители областного центра постоянно приносят книги и берут почитать новые. Сотрудники газеты пополняют фонд и отбирают литературу. Мэр Магадана Юрий Гришан поблагодарил редакцию газеты Олега Живулина и комбинат зеленого хозяйства за помощь в установке книжного шкафчика «Бери, читай». Градоначальник обратился к жителям столицы Коломы с просьбой сохранить уличную библиотеку. Спасибо КЗХ, Алексей Сергеевич. Без вас никогда ничего не происходит. От мэра особая благодарность. Ну и всем, кто будет посвящать это. Единственное, хочу просить всех магаданцев все это сохранить. По словам координаторов проекта, книжные шкафчики есть во многих больших городах. Организаторы призывают магаданцев не относить в уличную библиотеку книги сомнительного содержания, а также не рушить шкафчики и ничего на них не писать. Ведь акция «Бери, читай» многим полюбилась и важно бережно относиться к городу. Елизавета Сипайлова, Вероника Инушкевич, Магаданское время.